МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА До нового учебного года остаются считанные дни. За время летнего отдыха дети успели позабыть, какие опасности таит в себе большой город. А между тем, всего один неверный шаг может привести к беде. Взрослым необходимо выбрать время и вспомнить вместе с детьми правила безопасного поведения на улице, в школе и дома. Это время интервью в студии Елены Сафронова. Здравствуйте. Обсуждать эту важную тему будем с директором Центра гражданской защиты Тольятти Андреем Дзербеневым. Приветствую вас, Андрей Викторович. Здравствуйте. Ну, конечно же, вопрос безопасности прежде всего необходим и очень важен для тех, у кого первоклассники в семье, кто первый раз идет в школу, для кого в школе все новое. И к этому особенно, конечно, готовятся такие семьи. Но я хочу сказать, что за первоклассниками, наверное, все-таки и родительский, и учительский контроль все-таки будет посильнее, чем за более старшими школьниками. Это не значит, что им надо уделять меньше внимания, конечно. Тем не менее, правильно перейти дорогу, правильно вести себя в школе, правильно вернуться домой и правильно дождаться родителей дома, если родители еще на работе. Это все очень важно в любом возрасте. Как часто бывают в вашей практике, в вашей работе случаи, когда помощь спасателей нужна детям? Ну, как правило, мы сталкиваемся с подозрением на несчастный случай. Есть такая категория вызовов. Это когда родители по каким-то причинам не могут дозвониться до своих детей или приходят с работы, дверь закрыта изнутри, ребенок должен быть дома, но не реагирует ни на звонки, ни на телефон, ни на звонок в дверь. Первая мысль – потерялся, пропал, не вернулся из школы. Там шквал в всяких ситуациях. Мамы, естественно, переживают, да и папа тоже. Там могут нафантазировать все, что угодно, но чаще всего, это в 90% случаев, это ребенок спит. Это очень тяжело привыкнуть и даже взрослому человеку после какого-то длительного отдыха, а уж детям после этих каникул летних. А первоклашка, которая приходит, это большая нагрузка на ребенка, очень большая. Это рано вставать, это стрессовые, опять же, ситуации. И ребенок после школы, это в большинстве случаев, не выдерживает такой нагрузки, просто спит. Мне кажется, ну, это, конечно, счастливая такая развязка в данном случае. Мне кажется, первоклашку все-таки как-то встречают и провожают у нас все-таки, стараются, да. А школа, тем не менее, дорога в школу, вот для тех, кто уже самостоятельно в эту школу ходит, часто, может быть, действительно полна опасности, если взрослых нет рядом. Вот давайте об этом поговорим. Понятно, что если мы говорим о дороге в школу, первым делом надо вспомнить вместе с ребенком правила дорожного движения. Да, но что еще может быть, какие еще опасности могут постерегать на этом отрезке пути до школы? Ну, первонаперво, это сами родители должны соблюдать правила дорожного движения, потому что когда взрослый человек ребенку объясняет, а ребенок видит, что папа с мамой сами нарушают, соответственно, это уже они как-то поверхностно к этому относятся. Поэтому здесь задача родителей на примере, на своем же показывать и учить детей. По ряду причин, иногда родители не могут отвезти ребенка в школу, то есть на работе какие-то проблемы, там пораньше надо, либо еще что-то. То, естественно, это надо ребенку сначала научить правилам безопасности. Дальше есть масса сейчас способов, как обезопасить и посмотреть, во-первых, путь, пройтись с ребенком, объяснить ему, где ему надо заострить внимание. Это обязательно надо пройтись и неоднократно, чтобы ребенок не отвлекался, чтобы ребенок выслушал вас. И следить не только, когда у нас ребенок идет куда-то, просто вы идете на прогулку, вы должны, опять же, передергивать ребенка и напоминать об этих правилах постоянно. Только на постоянной основе ребенок может четко что-то запомнить. Ну, действительно, очень важно обсудить заранее со школьником все возможные опасные ситуации, которые могут с ним произойти. Если мы говорим уже о том, что может произойти в школе. Скользкие полы все бегают во время переменок, да? Розетки, там, оголенный провод может быть, я не знаю, открытое окно. Обязательно надо сказать о том, что нельзя приносить в школу какие-то опасные предметы. Иногда мальчики могут принести, там, похвастаться каким-нибудь перочинным ножиком, я не знаю. Это тоже все надо обсудить, но, думаю, что и учителя об этом говорят. Но, конечно, родители, это больше авторитет для детей всегда. И именно родители должны об этом говорить. Как вести себя в случае пожара? Не дай бог еще каких-то ЧП, о которых мы иногда слышим. Итак, что касается школы? Что здесь самое главное? Ну, здесь, как ребенок зашел в учебное учреждение, он уже под опекой непосредственно этого учреждения. Я не думаю, что дети все-таки будут соблюдать правила, что они не перестанут бегать у нас. Это, ну, скажем так, это вряд ли можно вылечить, потому что, вспомнишь, в свое детство каждый скажет, бегали, прыгали. Значит, задача родителей купить обувь на нормальной подошве, не скользящей. Не только это. Это надо, опять же, переговорить с ребенком и настроить его на то, что учителю надо обязательно слушаться, обязательно слушаться и выполнять его требования. То есть, помимо всего прочего, нужно усилить контроль над своим ребенком, и по первому году контроль должен быть крайне жестким. Для чего это делается? Ребенок должен изначально знать и понимать. Ну, во-первых, школа у нас это не на один год, не на два, не на три. Если вы в ребенке заложите сразу вот эту дисциплину, в самом начале, если вы сможете с ним провести эту работу, то только после вот этого всего в совокупе, проделанная работа, вы получите положительный результат. Нельзя делать таким образом, что вот дома ты ведешь себя хорошо и слушаешься бабушку с дедушкой, родителей, а в школе что-то не так. Учитель, прежде всего, это друг и ответственное лицо за вашего ребенка. Поэтому его авторитет, он должен быть для вашего ребенка также неприкасаем. Ну, то есть можно сказать, что школа это все-таки относительно безопасное место по сравнению с улицей. Ну, это естественно. За ним там все-таки присматривают взрослые. Что касается дороги домой в таком случае, здесь, кроме того, что улица не место для игр, да, и мы помним о том, что есть проезжая часть и правила ее перехода, Детей необходимо обучить правилам поведения с незнакомыми людьми. Объяснить, что нельзя разговаривать с незнакомцами под любым предлогом, даже если это происходит на территории школы, потому что у нас территории школы, в общем-то, к сожалению, не очень доступны всем. Абсолютно с вами согласен. Абсолютно это проходные такие территории, там часто срезают дорогу куда-то до магазина и, в общем-то, ходят кто угодно. Вот как ребенку безопасно дойти до дома? Ну, во-первых, родители, опять же, должны знать полное расписание, когда заканчиваются у ребенка уроки. Это связано, опять же, с поведением ребенка. То есть длительный учебный процесс, какой-то график, и вот ребенок вышел за периметр школы, вот она свобода. Здесь вот как раз надо, вот про этот жесткий контроль, про который я и говорил, то есть вы должны знать, во сколько заканчиваются уроки у ребенка, и что у него остается там 10-15 минут именно отойти от точки А и попасть в точку Б. То есть вот это вот самая, скажем так, но наиболее опасная вещь, потому что ребенок потерял уже бдительность, он уже на свободе, ребенок опять же мог устать, ребенок что-то увидел опять на улице, площадку какую-то детскую, еще что-то, и опять же попадает под внешний фактор присутствия чужих людей. Здесь, естественно, надо обязательно провести работу, чтобы ни в коем случае с чужим человеком он не общался. Если есть какие-то проблемы, ребенок что-то потерял, ребенок заблудился, ребенок попал в какую-то стрессовую ситуацию, первонаперво, что рекомендуется делать, это чтобы ребенок дошел до любого магазина, где у нас сейчас есть кассир, у нас есть охрана, ЧОП, представители ЧОПа, и попросил ребенок помощи. Он может рассказать любую ситуацию, какая у него произошла, и сам магазин и вот эти учреждения, они не отвечают за своих посетителей, также за их безопасность. Поэтому самый лучший вариант, если вы научите ребенка не с чужими общаться, а непосредственно уже вот... Знаете, у кого попросить помощь, да? В знакомом месте, с кем можно разговаривать, с кем нельзя. Обратившись к охране, в любом месте, обратившись к кассиру, к администратору, ну, это самые оптимальные варианты выхода из этого положения. Ну, это же касается в том числе и ситуации, когда он заходит в подъезд, чтобы не заходил в лифт с незнакомыми, лучше лишний раз по лестнице пешком, да, дойти до дома. Ребенок, да, должен понимать. И надо заставить его и приучить к бдительности. Если есть какие-то посторонние, непонятные люди, там, подозрительные, то лучше на улице подождать перед дверью, там, пропустить этого человека. Ну, и, опять же, это достаточно такая вот плотная работа. Ребенку надо все объяснять, и причем не один раз. Это надо методом повтора, постоянную работу, эту профилактику проводить. И еще раз говорю, это будет выход из ситуации. Очень важно здесь, чтобы у ребенка были хорошие отношения с родителями, чтобы он им доверял, он их слушал, да, и слышал, как говорится. Это у нас уже психологическая подготовка. То есть иногда родители психологически не готовы к тому, что у них ребенок пошел в школу. Ребенок это воспринимает как личное пространство, и как будто он уже взрослый. На него лежат какие-то обязанности. И вот как раз начинается, что ребенок чувствует, что он уже повзрослел. Здесь надо родителям ни в коем случае не ругать. За плохие оценки должны быть абсолютно доверительные отношения. Потому что чем больше вы будете негативно на ребенка воздействовать, тем он просто-напросто замкнется. И в самый ответственный момент, когда у ребенка будут какие-то проблемы, то он вряд ли вынесет это к семью. Вы просто не узнаете об этом. Рекомендуется, что делать. Ну, допустим, за плохие оценки там пускай отвечает, допустим, бабушка, чтобы ребенок, ну, как правило, с бабушками, с дедушками более доверительные отношения. То есть чтобы ребенок не боялся прийти домой и сказать, вот у меня там плохая какая-то оценка. У нас всегда, как правило, папа грозный такой. Папа может отвечать за другие вещи. Мама там или папа могут отвечать за расписание. Что мы этим пытаемся достичь? Мы пытаемся достичь того, что ребенок по любым вопросам мог именно общаться доверительно с кругом всей семьи. Вы же обратную связь все равно получите. Бабушка расскажет, что там у Маши, у Даши, у любимого внука произошло. То есть ваша задача знать и понимать, что у ребенка происходит. И ни в коем случае не допустить того, что если вдруг у ребенка какие-то проблемы, он замыкается в себе. Это очень самый плохой вариант развития событий. Ну и, конечно, в телефонной книжке у ребенка, в голове у него должны быть телефоны экстренных служб, которые он тоже должен знать на зубок, помимо контактов родителей, опять-таки. Потому что телефон тоже он может потерять. Ребенок должен знать свой адрес. Это обязательно. Ребенка желательно научить наизусть. Телефоны родителей, они у нас все сейчас длинные, то есть нет шестизначных номеров. 112 и другие спецслужбы, это уже, как правило, дети уже с детского сада владеют. Здесь надо немножко круг расширить. Ребенок должен именно помнить свой адрес и знать свой телефон. То же самое касается родителей. Родители должны знать помимо расписания данной школы, они должны знать все телефоны. Телефон учителя, телефон вахты непосредственно, телефон директора, там, зауча. Ну, то есть это надо просто представить. Есть ситуационные такие, имитационные игры, они условно называются играми. То есть каждый взрослый должен задать себе вопрос, а что я буду делать, если произойдет вот это вот? И когда уже мама с папой сядут, начнут развивать вот эти события. Что будет, если вот ребенок задержался? Что я буду делать? Знает ли он у меня адрес точный? Вот он потерялся. То есть вот такими имитациями ситуаций в домашнем кругу, за какой-нибудь там домашними играми, там, учениями, еще что-то. То есть вот на это можно обратить внимание, тем самым создавая вот такие вот ситуации в голове. Но это можно сразу, скажем так, существенно помочь и подготовить как себя, так и ребенка. В общем, можно сказать, что родители как раз меньше бывают готовы, потому что в школе есть такой предмет, основы безопасной жизни. Дети там вот этому всему учат как раз детей. А вот родители иногда оказываются беспомощны в той или иной ситуации, как вот вы вначале рассказали, что ребенок просто спит, а там паника. Мы сталкиваемся с тем, что чаще всего даже родители психически не готовы к тому, что будет происходить. Это некий миф такой. Собрать ребенка, все купить, отправить в школу, все, вот отправили, сейчас все начнется. Но, как правило, начинается немножко то, чего ожидают родители. Начинаются, наоборот, трудности, начинаются притирания, начинаются некоторые вот внешние факторы, на которые раньше вы не обращали внимания. Это касается, опять же, знать своих соседей. В доме наверняка тоже кто-то ходит, может, уже во второй класс пошел, в третий класс пошел. И тут надо, опять же, объединяться непосредственно. И помогая, допустим, своим соседям, у кого тоже первокласска там или второй класс, ну или третий, тут уже без разницы. Надо родителям просто консолидироваться. Попросить бабушек на лавочках приглядывать. Абсолютно верно. За моим-то... Это наружное наблюдение очень часто помогает на самом деле. Да, действительно. Кстати, что вы скажете по поводу приложений мобильных телефонок? Сейчас вот родительский контроль, есть такие приложения. Насколько они полезны и бывают? Ну, есть масса способов сейчас как-то себе помочь, обезопасить. Есть, можно трекеры поставить, купить ребенку, можно в телефон поставить приложение. Что касается телефонов, непосредственно, каким ребенок должен пользоваться, ну вот по своему опыту я бы настоятельно рекомендовал, чтобы ребенка был, скажем так, условно учебный телефон. То есть личный телефон у него остается дома, в школу он пошел с учебным телефоном. Там не должно быть установлено каких-то игр, каких-то мессенджеров, которые отвлекают непосредственно от учебы. Данный телефон, он нужен только для связи. И больше нет для чего. На этот же телефон можно как раз установить, есть масса всяких приложений, как отслеживать своего ребенка. То есть это, естественно, в помощь. Но ни в коем случае я бы не рекомендовал, чтобы там были вот много игр каких-то, тех факторов, которые отвлекают ребенка непосредственно от учебы. Но не стоит забывать, что самым лучшим способом обучения детей, чему бы то ни было, это является собственный пример, в общем-то. И родители этому правилу должны следовать, как вы себя ведете, и так будет вести себя ваш ребенок. Спасибо большое вам за этот ликбез. Если больше нечего добавить, основное мы вроде бы... Только одно. Дети – это зеркало нас же самих. Если мы что-то делаем неправильно, и дети это видят, мы не способны ребенку привить то, на что мы сами, скажем так, делаем что-то спустя рукава. Абсолютно справедливо. Спасибо большое за этот разговор, очень важный в преддверии 1 сентября и начала учебного года. Каждый из нас, конечно же, желает видеть своего ребенка здоровым и невредимым, а главное – надеяться, что ничего плохого с ним не случится. Чтобы свести эту вероятность к нулю, найдите время для жизненно важного разговора со своим чадом. А в нашей студии был руководитель Центра гражданской защиты Тольятти Андрей Дербенев. Для вас работала Елена Сафронова. Спасибо за внимание. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова